Теперь мы должны драться за то, чтобы здесь господствовал иностранный капитал, который нас приберет к рукам раньше, чем даст нам власть. Из выступления Пятакова. Немецкие фашисты обещают Троцкиско-Зиновьевскому блоку благоприятные отношения и поддержку в случае прихода блока к власти. Но за это фашисты получают известные территориальные уступки. Тогда Сталин наверняка корил себя за ошибку, совершенную в 1929 году, когда он поверил лицемерному покаянию сторонников, высланного за границу Троцкого. Многие из них не только были восстановлены в партии, но и вернулись на руководящие должности. Придя в себя, они вновь наладили контакты с Троцким и вернулись к своей разрушительной деятельности. В их руках по-прежнему оставался аппарат ОГПУ НКВД. С его помощью готовились террористические акты против руководителей государства. Зная о том, что некто Николаев питает жуткую ревность к лидеру ленинградских коммунистов, Сергею Мироновичу Кирову, заместитель начальника ОГПУ по Ленинградской области «Запорожец», ставленник наркома и годы, не препятствовал ревнивцу убить свою жертву. Перед этим Николаева дважды арестовывали с револьвером, в том числе у ворот Смольного, и спокойно отпускали его своясь. Сталин был прав, когда сразу после получения информации об убийстве Кирова обвинил в нем троцкистскую оппозицию. Позднее на судебных процессах ее лидеры не будут отпираться от соучастия в этом преступлении. А тогда, в 1934 году, они сделали вывод, что ограничиваться одиночными террористическими актами нельзя. Террор должен стать тотальным. Вот они, эти элементы. Вот они, эти лазутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы. Они даже сговаривали о том, как этих, кто откроет фронт по их собственному приказанию, отдать под суд и судить, чтобы сыграть, как выразился цинично Бухарин, на патриотических лозунгах. Я вам процитировал, товарищи судьи, на одном из заседаний судебного следствия также то показали Бухарина, где он говорит о поднимающейся, огромадной, о высоко уже поднявшейся волне советского патриотизма, который не позволит играть своей страной никому и никогда, который не позволит замышлять измену в своем доме безнаказанно, который за каждый шаг эти подлые измены потребует расплаты головою жизнью изменников. Они готовят измены, они готовят открыть фронт нашей страны, они готовят открыть границы нашей страны, они готовы открыть широко ворота иностранному завоевателю, но они хотят изобразить это дело так, как будто это черное дело каких-то иных, чужих рук, против которых они, видите ли, вот эти вот иезуитые фарисеи, эти иуды, искариоты и Василий Ишуйский поднимают теперь свой голос подлинного советского патриотизма. Игра разоблачена. Маска предательства с их облика, с их лиц сорвана и сорвана раз и навсегда. Побывавший на открытых судебных процессах известный французский писатель Леон Фехтвангер так отзывался о троцкистах в своей книге «Москва. 1937 год». Большинство этих обвиняемых были в первую очередь конспираторами, революционерами, бунтовщиками и сторонниками переворота. В этом было их призвание. Они видели в государстве Сталина искаженный образ того, к чему они сами стремились. А вот характерное высказывание на эту же тему Троцкого в статье «Термидор и антисемитизм». Возражения недоумения исходят от людей, которые привыкли фашистскому антисемитизму противопоставлять эмансипацию евреев, совершенную Октябрьской революцией, и которым теперь кажется, что у них вырывают из рук спасательный круг. К этому времени наркомом НКВД стал Ежов. Сталин долго не удалял, получая году. Его терпение иссякло после получения в сентябре 1936 года рапорта военной службы Главного управления госбезопасности. В нем приводились факты массового нарушения законности, выражавшиеся в привлечении к уголовной ответственности граждан за одно лишь сокрытие своего социального происхождения, преступления в партию и комсомолы. Так враги народа добивали детей тех, кого они уничтожили в годы гражданской войны. Но эти люди находились в тени. На виду был Сталин. Ему и приписывали все политические перегибы. Были, конечно, и ненавистники, такие как поэт Мандельштадт. Но Сталин, ценя его талант, пытался выяснить причину этой ненависти. Он связывается с поэтом Борисом Пастернаком. «Говорят, вы хлопочете за вашего друга Мандельштама?» – спросил его Сталин. «Дружбы между нами, собственно, никогда не было», – последовал ответ. «Мы, старые большевики, никогда от своих друзей не отрекались», – сказал Сталин и повесил трубку. «Генсек» имел право так говорить. После смерти своего товарища Фёдора Сергеева, известного под псевдонимом Артём, Сталин, уже тогда занимавший высший партийный пост, усыновил его сына. С самого раннего детства был у меня товарищ, с которым мы, кажется, были неразлучны, – это Василий Сталин. То есть мы постоянно либо жили у них, либо, если они уезжали, жили у моей матери. А затем уже, после смерти матери, постановлением Политбюро, сейчас у меня есть ксерокопия этого постановления, от 21-го года после гибели отца, постановление, где пунктом 18, в повестке было, значилось, об обеспечении семьи товарища Артёма». После удаления ставленника Троцкого и Ягоды началась массовая чистка репрессивного аппарата и руководства ГУЛАГа. Трагизм ситуации состоял в том, что ещё долгое время в структуре НКВД параллельно действовали две враждующие силы. Отсюда становится понятным, почему в одно и то же время на Бутовском полигоне под Москвой расстреливают рядовых верующих и священников, а в других местах – обитателей знаменитого московского дома на набережной, ответственных за геноцид народов России в первые годы после революции. А сколько было обычных карьеристов и недоброжелателей, стремившихся путём оговора ближнего продвинуться по служебной лестнице. Гижов Николай Иванович, он был с незаконченным низшим образованием. И, к сожалению, все беды он делал только в евреях. Вот, и он увлёкся соревнованиям. Он считал, что чем выше показатели разоблачённых врагов, тем он сильнее. И дошло до абсурда. Области начали соревноваться. Если бы в Казахстане процесс, а почему Белоруссии нет, Хрущёв был секретарём МК и делал втык своим. Вы что? Вы посмотрите в Белоруссии. 90 тысяч за год расстрелял Мирон Берман, а у нас побольше. Москва. А у вас сколько расстреляно? Какой-то там десяток тысяч наберётся. Он втык делал. А какие телеграммы он с Украины присылал? Сталину. Дорогой любимый Сталин. Мы каждый месяц посылаем по первой категории 20 тысяч, нам утверждают 2 тысячи. Просим вас вмешаться это дело. Это же всё сохранилось. Вот кровавый палач-то был. Хрущёв. А Сталин сколько раз вызывал Ежова? Он его втолковывал. Важен не евреям. Не евреям важен. Важен сионист. И поэтому я люблю композиты Исаака Тунаевского. Широка странная, родная, ну что может быть лучше? Прекрасно, понимаете, в чём дело. Но с другой стороны, когда, допустим, такой, как Бухарин, он чистый хруст в крови, но он же негодяй. Так как я могу Бухарин менять до того же самого? Вот и Ижову Сталин доказывал. Имей в виду это дело. Ну что сделаешь? Тау не хватило. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok